Здравствуйте! Это канал История Интересна. Я Наталья. И сегодня мы поговорим о том, какое лето было самым страшным в истории Руси. Лето 2019-го признано самым холодным за последние 50 лет. Но, судя по всему, нам еще нечего жаловаться. Каким было лето во времена Рюрика и Ярослава Мудрого? Какое лето вошло в историю как самое катастрофическое? И почему? Как погода повлияла на судьбу нашего государства? И при чем тут американские индейцы? Когда в июле на Руси лежал снег? И как сегодняшнее лето связано с ледяным периодом смуты? Как один вулкан в Южной Америке сыграл решающую роль в судьбе целой династии? И какая погода нас ждет впереди? Согласно данным ученых, с 10 по 13 век на Руси было значительно теплее, чем сейчас. Это время называют климатическим оптимумом. То есть во времена Рюрика и Ярослава Мудрого жить нашим предкам было легче. Урожаи были большие, лето теплым, а зимы мягкие. Первые тревожные звоночки прозвучали в 13 веке. Судя по летописям, сначала в 1224 на Руси горели леса и торфяники. Дым был такой сильный, что люди поблизости не различали друг друга. Звери всякие бежали из лесов в города и села, к человеку в хожаху. Искали у людей спасение. По словам летописи, быть страх и ужас на всех. Неурожай поразили все русские земли. Но самый страшный в 13 веке голод был еще впереди. В 1230 с начала апреля и до августа день и ночь шли дожди. Все лето было очень холодным. А 14 сентября мороз убил обилие по всей русской земле, кроме Киева. Голод продолжался около четырех лет. В Новгороде погибло более трех тысяч человек, а в Смоленске в братских могилах было похоронено 32 тысячи. Таким образом, почти перед самым татарским нашествием Русь потеряла от голода и эпидемий значительную часть своего населения. Многие города обезлюдели. Но и этот катаклизм не стал самым страшным летом за всю историю. Настоящая катастрофа была впереди. Во второй половине 16 века Русь и вся Европа вступили в малый ледниковый период. Наиболее холодные века за последние две тысячи лет. Стихийные бедствия следовали одно за другим. Дожди сменялись засухами, а засухи – бесконечными ненастиями. Только представьте, к концу 60-х годов 16 века цену на хлеб подскочили, только представьте, в 10 раз наступило великое разорение. Народные бедствия усугублялись ростом налогов и в особенности террором опричнины. Например, Тверская, Псковская и Новгородская земли, которые действительно тяжко страдали от недородов, были несправедливо заподозрены Иваном Грозным в обмане и измене и разгромлены его опричниками. От голода эпидемий и разгула опричнины в эти годы на Руси погибли множество людей. На 16-е столетие приходится 45 голодных лет. Но самое страшное лето страну ждало впереди. В 1601 году Русь вступила в период, который войдет в историю как Великий Голод, более тяжелый, чем все предыдущие испытания. Все лето 1601 года каждый день непрерывно шел дождь. А когда ливни в начале сентября наконец закончились, ударили морозы и выпал снег. Погибли азимы и яровые хлеба, и, цитирую летописца, весь овощ. Цены на рожь подскочили еще в шесть раз. Запасы сена почти полностью сгнили. Скот на зиму остался без еды. Все надежды голодавшего народа на новый урожай в следующем году не оправдались. Ситуация повторилась. Три голодных года подряд привели к тому, что русский народ пребывал на грани отчаяния и вымирал. Именно в это время появилась печальная поговорка «Полынь да лебеда – крестьянская еда». Сложно представить, что ими можно наесться. В 1603-м цены на хлеб подскочили уже в 18 раз. Все эти страшные события пришлись на время одного из самых недооцененных правителей русского государства – Бориса Годунова. Царь пытался сделать все, что мог, даже пошел на беспрецедентные меры, открыл царские амбары, чтобы накормить умирающих людей, бесплатно раздавал хлеб. Его современники по-разному оценивали то, как власти помогали голодающим. Голландский купец и дипломат Исаак Масса считал, что раздача милостыни лишь усилила голод в Москве, ибо в столицу потянулся нуждающийся люд со всей округи. Впрочем, меры Годунова его русские современники оценивали иначе, цитирую, а на Москве и в пределах и я ели конину, и псы, и кошки, и людей ели, но царской милостью еще держахуся убогие. Помощь голодающей бедноте в самом деле имела неоценимое значение, однако царских запасов не хватило, чтобы накормить всех. На этом бедствия не закончились. Началась эпидемия холеры. По свидетельству современников, в одной только Москве за три года от великого голода погибли 120 тысяч человек. Очевидцы утверждают, что вымерла треть царства московского. В народе кипело недовольство, едва сдерживаемая ярость. То и дело вспухивали бунты. На дорогах бесчинствовали казаки, в лесах разбойники. Ситуация в стране все время накалялась. Пошли разговоры, что три неурожайных года и мор – божье наказание за то, что ими правит Борис Годунов, правление которого не угодно Господу. Начались массовые восстания. Самое крупное охватило 20 уездов юга и центра России. Разбойники бесчинствовали страшно. Голландский путешественник, купец и дипломат Исаак Масса писал, что в народе активно ширили слухи, будто знатные господа имеют хлеб в закромах, но специально его придерживают и не продают. И вот тут-то и случилось самое страшное лето в русской истории. В изнуренной, на треть вымершей стране ждали лето как чудо, надеялись на новый долгожданный урожай. И оно пришло. С еще большими холодами, чем три предыдущих. Страшное лето 1604-го оказалось самым холодным за всю историю русского государства. В июле на улицах лежали сугробы, доходившие взрослому мужчине до колена. Это поражало приехавших в Москву иностранцев. Крестьяне летом ездили на зимних санях с полозьями. Холод стоял такой, что птицы падали на лету. Ни о каком урожае и речи быть не могло. Люди понимали, что это конец. Великий трехлетний голод и морозное лето 1604-го поставили под угрозу гибели само русское государство. Начался период, который войдет в историю, как смутное время. Более 10 лет оголодавшую и вымирающую страну терзали природные катаклизмы, войны, восстания, потрясения. Еще более тяжелые, чем в 90-е прошлого века. Был страшнейший экономический и государственно-политический кризис. Страна потеряла огромное количество людей и территорий. Самое холодное лето в русской истории поставило точку и на новой династии. Династии Годуновых. Сам Борис показал себя талантливым правителем. При нем до этого страна за короткий промежуток времени заметно поднялась. Он развернул небывалое строительство, построил много крепостей, более 30 городов. Его сын Федор был очень образованным, талантливым человеком, которого лучшие русские и европейские ученые с детства готовили управлять страной. Кто знает, как сложилась бы история, если бы он правил Россией. Но его убили во время мятежа. Историк Леонид Милов пишет, что даже правление Иоанна Грозного по числу убитых не идет ни в какое сравнение со смутой, унесшей сотни тысяч людей. Россия потеряла огромную территорию побережья Финского залива, которую у шведов отвоевывать обратно придется уже Петру Первому. Последующие десятилетия теплее не стали. Летом шли дожди, возвращались холода, хоть и не такие сильные, как в 1604. Пашни сократились в 20 раз. Вымерла, бежала в разбойничья отряда, погибла в войнах и пропала без вести порядка 75% крестьян. Оставшиеся за годы смуты полностью отбились от хозяйства и землю пахать уже практически не умели. Выжила страна, наверное, только за счет русской силы духа. Но впоследствии тех событий Россия еще долго приходила в себя. Такое сильное похолодание, которое ученые называют «малый ледниковый период», продлилось несколько веков, до XIX века. Среди причин – сильное извержение вулкана в Перу в 1600 году. Впрочем, недавно опубликовано исследование, согласно которому причиной климатической катастрофы на планете стала другая катастрофа – человеческая. Во время колонизации Северной и Южной Америки в XV веке погибло столько коренных жителей, что это повлияло на климат земли. Так считают специалисты из Университетского колледжа Лондона. Из-за их гибели были заброшены и заросли деревьями сельскохозяйственные земли на огромной территории, сопоставимой с современной Францией. Это привело к понижению концентрации углекислого газа в атмосфере и ослаблению парникового эффекта. В итоге в начале XVII века сильно похолодало. Вот так вот гибель индейцев в Америке спровоцировала смуту на Руси и чуть не привела к гибели русского государства. Зарегистрировать снижение углекислого газа на протяжении вымирания индейцев удалось с помощью проб льда из Антарктиды. Сохранившиеся в них пузырьки воздуха позволили восстановить хронологию изменений, а их атомный состав подтвердил, что причиной снижения количества СО2 были процессы на поверхности Земли. Конечно, ученые подчеркивают, что это была лишь одна из причин, вызвавших малый ледниковый период, но повод задуматься у нас все же есть. Ведь все на нашей небольшой планете взаимосвязано. Специалист уверен, что мы живем во время постепенного выхода из малого ледникового периода, и холодное лето 2019-го не является предвестником более сурового климата. Напротив, скорее всего, нас ждет восстановление температур так называемого климатического оптимума X-XIII веков, то есть наиболее теплого комфортного климата Золотого века Руси. Неудивительно и то, что в начале XXI века среднегодовые температуры регулярно превышают климатическую норму, ведь сами климатические нормы были написаны под стандарты относительно холодного XIX века. Если вы тоже думаете, что история эта интересна, подписывайтесь, не забудьте нажать на звоночек уведомлений. Я буду рада видеть вас в нашей группе ВКонтакте.